Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Некоторые из вас задают вопрос о том, что вы рассказываете по поводу того, как общаются некультурно порой с участниками операции. Да и не то, что некультурно, порой и оскорбляют. За это время было, что и избивали и так далее. Ну и что-то вроде как меняется или нет. Вот последний случай, когда в Уссурийске на парковке водитель, значит, пригрозил герою, собственно говоря, операции, который выносил на себе раненых, а потом еще пять часов ждал, пока его эвакуируют, потеряв ногу, лишить его второй ноги и со слов участника операции сказал, что всякие мрази возвращаются с операции. Конечно, это возмутило очень многих, меня тоже, я думаю, любого здравомыслящего человека это возмутит. И стало известно, что на него возбудили два уголовных дела, его задержали. Более того, вчера я узнал о том, что вот этот товарищ, который высказал такие мысли, значит, попросился на фронт. На фронт попросился. Видимо, была проведена с ним какая-то профилактическая устная беседа, я так предполагаю, в ходе которой он, скажем так, осознал свои действия и попросился пойти добровольцем. Вот что пишут житель Приморья, который угрожал безногому ветерану операции оторвать вторую ногу, заявило желание отправиться в зону боевых действий. Об этом пишет Арти со ссылкой на его знакомую Яну. Девушка отметила, что участник конфликта Ус-Риск неоднократно доставлял гуманитарную помощь в зону операции. После произошедшего решил отправиться на фронт сам. Но в армию в настоящее время он пойти не может из-за больной матери. По мнению собеседницы издания «Конфликт» с бойцом операции мужчина начал из-за личных проблем, недавно у него не умерла жена, возникли трудности в бизнесе. Друг девушки не знал, что он разговаривал на парковке УТЦ с участником операции, так как он был в гражданской одежде. Но слова со слов участника операции «всякий мразь возвращается с операцией», я думаю, если он эти слова говорил действительно, то, наверное, что называется, он понимал. Возбуждены два уголовных дела. Сегодня я прочитал, что суд отказался арестовывать его, выбрал ему запрет определенных действий. Тем не менее, вот развязка, собственно говоря, этого дела с точки зрения того, что человек понесет ответственность по уголовным делам, ну, либо поедет добровольцем на фронт. Что думаете, друзья, на все еще? Отпишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка там же в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт Будда Гришна. Ком. Для бизнесменных предпринимателей, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, если вы популярный человек или не очень популярный, хотите, чтобы вас узнали десятки тысяч новых людей, слушателей, не знаю, посмотрите мое видеообращение на моем сайте Будда Гришна. Ком. Новости из разных источников. Политика с моими комментариями. Все самое интересное в одном месте. Это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Жду вас там. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.